Приветствую вас, мне показался интересным ваш вопрос, во многом потому, что не каждый день на нашем вот сайте Люди спрашивают про работу, собственно, психологом и спрашивают, как же, вот, что сделать, да, и как зарабатывать и так далее То есть люди хотят с помощью психологии зарабатывать себе на жизнь Желание этих людей мне, в принципе, и в целом Понятно, я не могу сказать, что это плохое желание, безусловно, вот Но проблема заключается в том, на мой взгляд, что психология это специфичная наука Это очень специфичная наука И в этой специфичной науке, значит, очень большую роль играет личность психолога Личность того, кто работает, того, кто занимается деятельностью экологической И если вы хотите чего-то добиться в своей, ну, чего-то добиться именно вот на поприше психологии То вам нужно для этого в первую очередь знать, ради чего вы вообще хотите заниматься психологией Как наука, как научная деятельность, тогда это преподавательская деятельность По развитию именно в сфере преподавания Это развитие именно в сфере исследований В сфере работ В сфере инноваций И так далее Вот То есть, понятно, что На одной То есть, преподавательской деятельности вы, скорее всего, далеко не уедете То есть, помимо преподавательской деятельности, нужно что-то еще Постоянное какое-то развитие, да, вам, чтобы, ну, иметь достойное существование Чтобы иметь достойные средства для существования Это вот такой важный момент Именно момент достойного развития Далее Не менее важным является и то, что психолог Это целый человек, работающий с людьми И, соответственно, очень важно, насколько у вас развиты коммуникативные способности Насколько у вас развиты коммуникации с людьми Готовы ли вы общаться с людьми, взаимодействовать с ними и прочее, прочее, прочее Очень важно, почему вы пришли в психологию вообще Зачем вы в ней? Почему вы выбрали именно психологию, а не что-то другое? Это точно очень-очень-очень важный момент На который вам, я бы сказал, необходимо ответить И я поясню, почему Именно от мотивов, ваших мотивов Будет зависеть то, значит, чего вы добьетесь Если мотивы не очень сильные Или если вы по большому счету, например, хотите заработать денег То именно для денег вам лучше все-таки выбирать другую профессию Не профессию психолога, а какую-нибудь другую Если же вы пришли в психологию, то я рекомендую вам все же Думать и именно в первую очередь о том, для чего вы делаете те или иные вещи Для чего вы занимаетесь теми или иными вещами, что вы хотите Какую цель там преследуете, да, и так далее, и так далее, и так далее Это является вас Ага, если, простите, речь идет о том только, что вы хотите заработать денег И думаете о том, как заработать денег В этом нет ничего плохого, еще раз вам повторяю В этом нет ничего дурного в том, что вы хотите заработать денег Но нужно сперва расставить приоритет, чего вы больше всего хотите Для науки, для психологии, очень важна идея, которой вы руководствуетесь при занятии То или иное деятельностью Далее Далее ситуация заключается в следующем Вы говорите, что вот меня интересует там ставка, значит, какая у меня будет ставка и так далее Вы говорите, что меня интересует ставка Ставка у вас будет на самом-то деле Мало отличаться от той, что обычно дают людям, работающим в той или иной сфере То есть вы можете по законодательным актам посмотреть Какие примерно ставки обеспечиваются людям, работающим в той или иной деятельности И если вас это устроит, то вы будете работать Но необходимо помнить, что любая ставка, абсолютно любая ставка, она условна Потому что все зависит от конкретного человека и от того, что он делает Принципиальным является то, что определенным людям, занимающимся именно образовательной деятельностью И научно-препровательской деятельностью, там есть какие-то ограничения То, чем они не могут заниматься Обязательно тоже на это постарайтесь обратить свое внимание Ибо это очень важно Какие виды ограничений есть у людей, которые занимаются преподавательской деятельностью И, значит, где и как с праздником вы можете работать психологом Опять же, это зависит целиком и полностью от того, что для вас является, условно говоря, приемлемым Кому-то нравится больше преподавать То есть, значит, если вот из социальной психологии брать в термины, да, то кому-то нравится общаться с большим количеством людей Вот Кому-то, наоборот, нравится больше общаться только один на один Там, видеть личность и так далее То есть, обращаться к личности Ну, из социальной психологии опять же термин беру сейчас И далее И далее Кто-то, кому-то нравится больше, значит, ситуация, когда человек, например, находится в некой рабочей обстановке И в контексте этой рабочей обстановки человек, как бы, как бы, осуществляет свои профессиональные обязанности Я имею ввиду обязанности психолога То есть, здесь все, значит, здесь все довольно-таки индивидуально И зависит только от того, чего вы хотите Вот, вы сами К чему, к чему больше предрасположенный, я бы сказал Вот, к чему больше предрасположенный, чем и нужно заниматься Потому что, еще раз В психологии Очень важно Личность психолога Без личности психолога, без его целей, без его личных мотивов, ориентиров Сложно говорить о том Что у него что-то получится И каждая личность Направлена на что-то свое Для себя Вот, на что-то свое Имеется ввиду уникальное Индивидуальное Вот об этом Пожалуйста Пожалуйста, вы и постарайтесь подумать И вот к чему у вас лежит душа Больше В том Какое общение Какое взаимодействие с людьми Вам больше всего импонирует Вот Это и возьмите И взяв его В любом случае Даже при изначально Небольшом Денежном окладе Вы Будете Развиваться И развиваясь Обязательно В итоге Будете получать Мне кажется Достойная оплата Своего труда Если Будете заниматься этим активно Будете постоянно Развиваться И К чему-то Стремиться Не Там Боясь Там Каких-то Новых Ну Новых Вкладов Новых влияний Изменений В своей деятельности И так далее То есть, если будете гибким Гибким человеком Вот На этом все Надеюсь, что Помог вам Если какие-то вопросы Дополнительные вопросы У вас остались Буду рад помочь Пишите В личку Помогу Если вам Понравился Сам мой ответ Буду благодарен Если сделаете его Лучшим Желаю вам Всего самого доброго И удачи